Всем привет на канале Тимур11TV. Сегодня мы продолжим читать для вас книжку «Гарри Поттер и философский камень». В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали первую часть главы, которая называется «Письма невестят кого». Сегодня насчет вторая часть этой главы. Ну что, поехали! В кухню вошли Дадли и дядя Верлин, и оба сразу сморщили носы. Запах новой школьной формы Гарри им явно не понравился. Дядя Верлин, как обычно, погрузился в чтение газеты, а Дадли принялся стучать по столу форменной узловатой палкой, которую он теперь повсюду таскал с собой. Из коридора донеслись знакомые звуки. Почтальон проснул почту, специально сделанную в двери щель, и она упала на лежавший в коридоре коврик. «Принеси почту, Дадли, буркну дядя Верлин из-за газеты. Пошли за ней, Гарри. Гарри, приноси почту. Пошли за ней, Дадли, ответил Гарри. Ткни его своей палкой, Дадли, посоветовал дядя Верлин. Гарри вернулся от палки и пошел в коридор. На коврике лежали открытка от сестры дядя Верлин по имени Матш, отдыхавший на острове Уайт, вторичневый конвейер, в котором, судя по всему, лежал счет и письмо для Гарри. Гарри поднял его и начал внимательно рассматривать, чувствуя, как у него внутри все напрягалось и задрожало, как натянутая детева лука. Никто ни разу никогда в жизни не писал ему писем. Да кто мог его написать? У него не было ни друзей, у него не было других родственников, он даже не был записан в библиотеку, из которой ему могло прийти по почте грубое послание с требованием немедленно вернуть книги. Однако сейчас он держал в руках письмо, и на нем стояло не только его имя, но и адрес, так что сомнений, что письмо адресовано именно ему не было. Мистеру Гарри Поттеру, графство Суррей, город Литл Уингинс, улица Кисовая, дом 4, Чуван под лестницей. Вот что было написано на конверте. Конверт, тяжелый и толстый, был сделан из желтоватого пергамента, а адрес был написан изумрудно-зелеными чернилами. Марка на конверте отсутствовала. Рожащий рукой Гарри перевернул конверт и увидел, что он запечатан в порпурной восковой печати, украшенной гербом. На гербе были изображены лев, орел, барсук и змея, в середине большая буква Х. «Давай поживее, мальчишка!» – крикнул из кухни дяди Верин. «Что ты там копаешься? Проверяешь, нет ли в письмах взрывчатки?» Дядя Верин расхватался собственной шутки. Гарри вернулся в кухню, все еще разглядывая письмо. Он проткнул дяди Верину счет и открытку, сел на свое место и начал медленно вскрывать желтый конверт. Дядя Верин одним движением разорвал свой конверт, вытащил из него счет, недовольно засыпел и начал изучать открытку. Мальчишка болела, проинформировал он тетю Петуню, съел какое-то экзотическое местное блюдо и пап внесапно крикнул «Да, пап Гарри тоже что-то получил!» Гарри уже собирался развернуть письмо, написанное на том же пергаменте, из которого был сделан конверт, но дядя Верин вырвал бумагу у него из рук. «Это мое!» — возмутился Гарри, пытаясь заводить бумагой. «И кто, интересно, тебе будет писать?» — предстительно фыркнул дядя Верин, разворачивая письмо и бросая на него взгляд. Его красное лицо вдруг стало зеленым, причем быстрее, чем меняются цвета на светофоре. Но на этом дело не кончилось. Через несколько секунд его лицо стало серовато-белым, как засохшая овсяная каша. Петунь, заикаясь, выдохнул он. Дадли попытался вырвать у него письмо, но дядя Верин поднял его над собой, чтобы Дадли не мог дотянуться. Подошедшая Петунья, большая любительница с приятелем слуха, взяла у мужа письмо и прочла первую строчку. На мгновение всем показалось, что она вот-вот потеряет знания. Тетя схватилась за горло и втянула воздух с таким звуком, словно задыхалась. «Верина! Ну, боже, верина!» Тетя и дядя смотрели друг на друга, кажется, позабыв о том, что на кухне сидит Гарри и Дадли. Правда, абстрагироваться на друга им не удалось, потому что Дада не выносил, когда на него не обращали внимания. Он сильно стукнул отца по голове своей узловатой палкой. «Я хочу прочитать письмо», — Громкозелев дадли. «Это я хочу прочитать письмо», — возмущенно возразил Гарри. «Это мое письмо». Пошли прочь. Вы оба прокарковали деревья, записывали письмо обратно в конверс. Гарри не двинулся с места. «Отдайте мне письмо», — приключал он. «Дайте мне его посмотреть», — заорал Дадли. «Воин взорвел дядя Велен, исхотив зашевраться на челдадли». Гарри выволок их в коридор и захлопнул за ними дверь кухни. Ну вот и все. Мы прочитали вторую часть главы, которая называется «Письмо не вестит кого». В следующей серии начнет третья часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимой Одинский ТВ. Всем пока!